Добрый вечер, дорогие друзья! У меня еще одно детективное дело, интересный рассказ про судебные заседания и апелляции на него. На случай, который я вам уже рассказывал. 26 апреля 8 депутатов сельского совета проголосовали за самороспуск и сложение из себя депутатских полномочий. На заседании присутствовало 10. Один проголосовал против, один воздержался. И вот тот, кто голосовал против, это Страдин Алексей Борисович, он написал жалобу в суд на то, что ему не дают как депутату выполнить свои полномочия. Он же шел в депутата, чтобы защищать граждан своего поселения, то есть отстаивать их. А тут самораспустившиеся депутаты как бы автоматически лишают всех депутатства этого, потому что совета не стало. Ну, само по себе его желание неплохое, и я бы, конечно, стоял на его стороне, действительно, депутату. Я видел, как на его стороне стоит и председатель района Соколов, который сказал, нет, давайте вот мы оставим время на его депутатские полномочия, пока все не решится в силе. Конечно, это было неправомерное решение председателя, потому что нет ни в каких уставах, что можно оставить эти депутатские полномочия, когда уже решение совета принято. Ну, в общем, я не об этом хочу рассказать. Я о том, что вот такие две стопки, и эти две стопки говорят о том, что задействованы огромные человеческие ресурсы и силы. Одних, значит, свидетелей опрашивал суд как раз все восемь человек, которые голосовали. Заседание суда, представляет секретариат, охрана суда, поездки, адвокаты, юристы и так далее. Представляете, сколько людей за этими жалобами? Вот, в общем-то, там сама-то по себе Алексей Борисовичу несложные ситуации, потому что тут вскоре будут довыборы, ну, ты подай опять в депутаты, и тебя еще раз изберут, и, в общем-то, не это. Но он пошел по другому пути, вот подал эту жалобу, и суд ему, прямо скажем, честно отказал. Вот, вот, взял и отказал. Причем главным отказом было то, что он не вовремя подал жалобу в суд, там прошло 10 дней, которые можно было подать. Правда, он объясняет, что он в это время подавал в другие места, но у суда-то свои правила, им надо к себе в течение 10 дней получить это. Ну, вот, они об этом ему и написали, и достаточно подробно они разобрали доводы, которые он приводит, указанные о незаконности действий, которые совершили депутатов. Сколько страниц? Так, 11 страниц, вот это разбирательство, вот этот отказ, значит, и в этих 11 страницах, на 8 страницах, значит, объясняется, как его доводы несостоятельны, и объясняется, почему ему отказали. Ну, в общем-то, достаточно просто, вот, и нормальный человек, ну, правда, если мы большинство себя считаем нормальными человеками, то мы, конечно, не пойдем в суд, потому что судебные тяжбы, и вот эта вся жалоба в прокуратуру и так далее, ну, настолько сложный теперь процесс, и настолько научились и эти органы отвечать так, как им хочется. И обжалование настолько, значит, затянутое, что тот, кто пытается втянуться в этот процесс, или кого втянули в этот процесс, они должны быть нацелены на долгую и серьезную работу. И серьезную. Я почему по своему опыту это вам могу сказать, потому что однажды меня втянули в этот процесс, заведя на меня уголовное дело, и мы прошли 52 суда. Мы, потому что участвовал еще адвокат, правда, он участвовал всего в 8 заседаниях, а остальные 46 заседаний я сам проводил, сам готовился, сам все это делал. У меня по такой жалобе, вот небольшой, вот такая была жалоба одного человека на полстранички написанной, вот, у меня материалов дел, вот такая тумбочка. И те, кто ввел это дело, они ввели, в общем-то, к определенному действию, что я не выдержу, откажусь, отдам все, соглашусь на все и так далее. Ну, я добился своего. Суд признал, что все было незаконно, мне выплатили компенсации и так далее и тому подобное. Но у меня был более-менее все равно понятный вопрос, где конкретные обвинения, конкретные документы и все остальное. Вот такой вопрос, где вот такие казуистические, значит, языки. Правда, почему-то те, кто на другой стороне от Страдина выступают, они не верят, что это он пишет, что это его язык. То есть он, как депутат, никогда таких текстов не писывал и никогда, значит, таких слов не говорил. То есть это не его лексика совершенно. Но она есть. Я-то вижу эту лексику и вот эту казуистику вот в этой апелляционной жалобе. Она абсолютно правомерна, дорогие друзья. Я ни в коем случае не обвиняюсь Традина, что он ее написал. Это его законы и совершенно право. Но меня, конечно, удивляет. Меня просто попросили посмотреть на нее и, значит, сказать свое мнение. Меня удивляет, конечно, стиль. Это стиль написания. Я вам как эксперт говорю, потому что я в газете работал несколько лет зав. отделом писем. И у меня было просто экспертное обучение, как, значит, журналиста, работающий с текстами, как относиться к тому, кто это написал. И вообще, как понять, кто это написал. Так вот, я вам скажу, что, конечно, я удивлен, если это написал Страдин, потому что текст обил всякими ссылками на законодательство и так далее. Хотя и он не является юристом и обвиняет всех остальных депутатов, что они не юристы. Но написано это точно юристом. Ну, может быть, адвокат на его стороне все это писал. Но казуистика заключается, вот как я по своему опыту знаю, заключается в том, что когда пишут тексты, вот те, кто против тебя, то ты думаешь, во-первых, что они напишут что-то честное и ждешь, что там будет честно написано. Этого ждать никогда нельзя. То есть, если они против вас пошли, то они будут писать так, как им хочется, а не как вы ожидаете, как честно. Во-вторых, вот чем больше закладывается всякой казуистики и ссылок и так далее, тем понятно, что это очень трудно разобраться суду и, главное, очень трудно это все опровергнуть. Потому что за каждой казуистикой есть какая-то норма закона. И, цепившись в то, что ее не соблюли или каким-то образом, ты можешь писать и дальше, и дальше, и дальше. Вот. Я вам могу сказать, вот по той же апелляции, те, кто попросил от меня сделать некоторые заключения, я вам могу сказать следующее. Я не буду как юрист, потому что, ну, во-первых, я не юрист, и только некий такой опыт есть. Я вам как, скажем, лингвист одно словосочетание обращу внимание. В нем сказано, словосочетание, указанное законодателем, может быть подано в суд в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения. Это суд так пишет когда-то, что вот, если вы хотите апеллировать, то, значит, тот, кто подает заявление, может быть, это заявление может быть подано в суд в течение 10 дней со дня принять соответствующее решение. И тут кто-то, кто-то разбирает это заявление Не носит обязательного характера, так как слова «может быть» По своему понятию содержат возможность, право, но не обязательность Не обязательность Вот представляете, нашел с которой какой-то человек, который как лингвист взял и вот описал Ну, здесь-то в апелляции это Страдин сделал Этот Страдин Я вам скажу так, что вот здесь, конечно, ошибка Здесь «может быть» стоят как обязательность Обязательность, то есть именно «может быть», по-другому «не может быть» То есть вот точно установленный, значит, факт или обязанность в течение 10 дней А по-другому «не может быть» То есть здесь вот взят и лингвистически, семантически изменено понятие вот этого «может быть» Для того, чтобы чего? А вдруг вот все-таки это сработает и следующий суд скажет Скажет «да, глядите-ка, в законодательстве-то написано «может быть» и это неправильно Представляете, сколько отвергнутых другими судами жалоб по нарушению срока придется вернуть, если вдруг суд скажет Да, да, точно, это же неправильная формулировка На основании ее нельзя отвергать, вот так запишет И миллионы до этого, получившие отказ, получат разрешение вернуться к этому вопросу Потому что их отвергли неправильно за нарушение срока Ну, вот это единственное, что я могу сказать Я, естественно, как вам обещал, слежу за этой ситуацией Потому что она абсолютно неординарна Потому что люди написали и распустили совет с одной определенной И, кстати, вот в постановлении суда это звучит Звучит такая, значит, фраза, что с невозможностью работать в данном совете Вот в таком состоянии, которое сложилось с администрациями и так далее Но здесь в апелляции еще интересная очень фраза есть Которую тоже Стратин пишет Что он-то считает, что совсем другая проблема Что в связи с этим появился коллапс в осуществлении власти В районе Потому что вот совет распустился Интересная какая-то фраза Но У меня На самом деле вот этот весь комментарий К предыдущему Что ли выступлению Предыдущему выступлению О свободе и возможностях народа Как они могут участвовать во всей этой власти Во всех этих отношениях Как они их могут контролировать И каким образом они могут С помощью органов, которым дано право заниматься законодательством Стоять на защите своих интересов И Вы знаете, я все больше и больше убеждаюсь И вот я в В обращении к президенту на прямую линию Об этом сказал Что народ-то полностью отстранен Что народу вот в этой Казуистике Всех этих административных Документов Которые на принимали Здесь в том числе на местном уровне Разобраться практически невозможно И главное Практически невозможно оспаривать Даже если ты Знаешь, что ты прав Но Вот такая корпоративная Некая этика людей Которые находятся В одной социальной страте То есть вот Чиновники Правоохранители Суды Прокуратура Она дает возможность сомневаться Что к тебе Как к простому человеку Отнесутся Полноценно Что будут стоять Именно на твоей стороне А не на стороне чиновника На стороне чиновника И вот это Меня смущает И Вопрос к президенту Не попал На линии Я не видел себя На экране С этим вопросом Но я надеюсь Что он спустится В областную прокуратуру Там Или к губернатору И Меня кто-то Спросит А Почему У вас Такое В районе Творится Почему Депутаты Вот Вот Восемь человек Захотели Отстоять свои права А им Не дают Отстоять свои права Своё право Уйти из депутатов Когда они видят Что Это депутатство Ни к чему хорошему Не ведёт Вот Или Журналисты Не могут Высказать своё мнение И Свою точку зрения Отстоять Не могут Где у нас Журналистика У нас Местная пресса Сами знаете Какая Сами знаете Какая И она не может быть Другой Я пенсионер У меня ничего нет Мне нечего Как говорится Терять И поэтому я могу Ещё какие-то Выступления делать И какие-то Значит Правды Отставить А журналисты А простые Граждане Которые Пришли С телефоном Записывать Им говорят Убери И им Удеваться некуда Он уберёт Потому что У него бизнес У него дела У него Отношения С районными Властями И с прокуратурой Так что Давайте Будем ждать Продолжений Апелляционная Жалоба Подана В областной Суд Я Не знаю Когда будет Рассматриваться Я думаю Что Мне Потом Результаты Этого Рассмотрения Дадут Посмотреть Но честно Говоря Мне очень Жалко Областной Суд И вообще Все суды Вот Кто научился У нас Вот Так Чётко Писать Как это У нас Все Вышло В районе Не знаю Все Ждем Продолжения Болеем Каждый На своей Стороне Я На стороне Народа Если Странин Действительно Отставивает Народную Точку Зрения Это Классно Он Молодец Я его Поддерживаю Если Депутаты Говорят Что мы Правильно Распустили Этот совет Который Работает Только На кого-то Другого А подозрение Есть В том Что Советы Могут Работать На кого-то Другого Поскольку Эти Рассказы О том Как проводились Выборы Как Кто-то Там С ящиками Водки Вперед Ехал А потом С урнами И так далее Это конечно Слухи Я не могу Их Не подтвердить Нет Но Дают Сомневаться О том Как Могут Работать Правильно И качественно Эти советы Именно На народ Именно Народ Поэтому Давайте Народ Следить Давайте Ждать Результатов И Надеюсь Что они Будут Положительны Все Спасибо За Внимание Внимание Продолжение следует